МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЯТЁРКА Десятый юбилейный сезон нашей уникальной телеигры для умных и сообразительных школьников приближается к своему экватору. Хотя какой экватор, всего-навсего 9-я игра с начала года. Кстати, 209-я в общем нашем зачете. Вот так вот, какие мы уже взрослые, как нам много времени, как мы много успели наснимать. В прошлый раз у нас играли две сборные. Ежедневная игра. Нежин против Гомеля. Клуб Клио против клуба Белая Рысь. Украина против Белоруссии. Но очень сильно хотелось, чтобы победила дружба между славянскими странами. Но гомельчане оказались сильнее. И ведущий, исполняя свою страшную-престрашную угрозу, он обещал поставить руководителя нежинцев Василия Суркова капитаном интернациональной сборной, эту свою угрозу осуществил. Итак, справа от вас в синих шарфах по двоительствам Василия Николаевича Суркова, замечательная команда имени Василия Николаевича. Вот они, какие красавцы. И интернациональная сборная. Второй уходит игроки клуба Клио из Нежина. И чудные девушки, милые, славные, эрудированные из интеллектуального клуба 61-й школы города Гомеля. Мы хотели поставить капитаном противоположные сборные взрослого человека. Но зачем нам взрослые, если у нас есть умная лицеистка Даша Гершанок. Гомельский областной лицей. И не только областной лицей. 61-я школа и клуб Клио. И кого у нас... И 14-я гимназия, правильно, Софья? Кого у нас только нет. Итак, интернациональная сборная Даши Гершанок. Василий против Дарьи. Вперед, играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Василий, не мне вам рассказывать, что у нас первая это Данетка, наша блеф-игра. Самый быстрый, самый уверенный в себе, иногда до такого легкого интеллектуального нахальства. Ну и самый, разумеется, интуитивный игрок. Кто это у вас? А у нас самый нахальный и интуитивный это Егор. Егор, секундочку. Дарья? Самый уверенный игрок нашей команды – это Матвей. О, хорошо. Итак, Егор против Матвея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Блеф-играем. Всего-навсего нужно нажать на кнопку и сказать в лицо ведущему «да» или «нет». Видели вы что? Оказывается, знаменитый черный квадрат Малевича создан смешением на палитре совершенно разных красок. Да. То есть вот Малевич не черным, а разных красок наляпал, потом перемешал и получилось черное, вы считаете? Вы абсолютно правы, да. Матвей приносит первые пять очков своей команде. Прекрасно. Они способны ходить по облаку, не проваливаясь. Так Жюль Верн сказал об ангелах. Верите? Егор? Да. Жюль Верн сказал это о кошках. Вот так он их любил. Играем. Верите ли вы, что умная молитва, так называемая умная молитва у православных читается мысленной? Егор? Нет. Умная, почему и умная, потому что произносится в уме. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что передача «Спокойной ночи, малыши» в этом году исполнится 55 лет? Егор? Да. Да. Да, да, да. 1 сентября включайте, но хотя у вас там на добра не ждиты. Но тем не менее в интернете можно и такое счастье посмотреть. Играем. Верите ли вы, что у породистой турецкой кошки Ван могут быть разные глаза? Егор? Да, верю. Верите, да? А вот, например, один глаз какой? Горячим. А другой? Голубой. Абсолютно правильно. Янтарный и голубой турецкой кошки Ван – это супер породистая кошка. Егор, вы вывели команду Василия Николаевича. Вперед 10. 5. Матвей. Отлично начали. Тем не менее, вперед. Дуэль игра. Итак, Василий Николаевич, Даша. Сейчас дуэль игра. Я озвучиваю темы боев. Внимание. Первый бой – белый и черный. Будет и о белом, будет и о черном. Второй бой – дикий и домашний. Третий бой – умный и глупый. Четвертый бой – дневной и ночной. И пятый бой – просто разный. У вас 5 секунд, чтобы взять на себя какую-нибудь тему. Поехали. Даша отдала все необходимые распоряжения, стоит улыбается, цветет. Она верит в свою команду. А вот Василий Николаевич задумался, кому бы отдать умного, кому глупого. Итак, белый и черный начинаем с этой темы. Василий Николаевич, кто? Так, белыми и черными у нас управляет Варя. Варя. Варя, готовьтесь. Дарья, у вас? Самый нерасист нашей команды – это София. Вперед! Варя против Софии. Отлично. Варя против Софии. Почнем. Человека, у которого поведение и вообще система ценностей отличаются от других, называют… Варя? Расист. Расист? Да нет ничего подобного. У расиста поведение, как у остальных расистов. Может, София догадается? Белая ворона. Белая ворона, вы правы, вы сравняли счет. Отлично. Научное наименование животных с белой шерстью и красными глазами – это… София. Альбиносы. Великолепный ответ. Он считается драгоценным королем морей, потому что украшения из него уникальны, единичны. Тема белая и черная. Черный жемщик. Умница, умница, браво! На Западе офисных служащих называют просто… Как? Белые воротнички. Прекрасно. София, а может, вы знаете, какой ответ воротнички у техников и инженеров? Синяя. Ну, вам пригодится. Да, браво. Теперь вы это знаете, а мы продолжим. Если вы политкорректный, то чернокожего вы назовете… София, у вас фальстарт. Это не то слово, которое я хотел от вас услышать. Афроамериканцем. Афро-белорус, афро-европеец, афро-африканец, ну и так далее, и так далее. Прекрасно отыграли тему. И счет стал 20-20. Равный счет, равный. Следующий бой. Василий Николаевич, кого вы отправляете в бой сейчас? Дикого игрока или домашнего? Ну, превращать диких в домашних у нас умеет Настя. Настя, секундочку. Даша. С диким рвением отвечать выходит Матвей. Хорошо. Настя против Матвея, вперед! Поехали. В первом классе их не задают. Домашнего задания. Да, домашние задания не задают в первом классе и правильно делают. А это и дикая лошадь в прериях и престижный автомобиль. Мустанг. Браво! Именно туда стремились американские переселенцы после гражданской войны в поисках новых земель и новой жизни. Дикий Запад. Блестящий. На этом материке живет дикая собака Динго. Австралия. Конечно, где же еще? И закончим. Это первое дикое животное, которое стало домашним. Фальстарт, Фальстарт, Настенька и Рыдаемица. С вами Матвей. Кабан. Кабан. Да нет, не кабан. Как раз с этим животным на кабанов-то и охотились. Первым, а домашний человек волкой сделал его собакой. Теперь вы это знаете. И по-прежнему равный счет 30-30. Очень хорошо играем дальше. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василий Николаевич, вот может человек быть одновременно и умным, и глупым? Ну, иногда так, иногда так. Я думаю, у всех это происходит. Хорошо, у вас это как? Ну, у нас отвечать и на глупые, и на умные вопросы, я думаю, мы пошлем Владимира. Володя, готовьтесь. Даша, умного, глупого? Совсем не глупый, а даже очень умный в нашей команде Андрей. Великолепно. Итак, Володя против Андрея, вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одноклубники, одноклубники. Володя и Андрей, капитан против простого игрока. Но я надеюсь, что Володя никаких оргвыводов не предпримет, если кто-то его обожмет и отвечает. Играем. Итак, умный и глупый. Он был самым умным среди коротышек цветочного города. Всезнайка. Всезнайка, нет, не было такого коротышки. Андрей, может, вы знаете? Незнайка. Незнайка, понятно. Хорошо. На самом деле были Знайка и Незнайка. Вот теперь вы это знаете. Знайка такой красивого очка в костюме с галстуком. Вот именно он был самым умным. Ну а самым приключенческим был, естественно, Незнайка. Играем. Этими двумя буквами обозначают общепринятый стандарт, по которым измеряется уровень интеллекта. Фальстарт у вас Владимир. Андрей? IQ. IQ, конечно. Великолепно. Вы свои IQ не мерили? Нет, конечно, нет. Хорошо. А рост? Тоже нет. Тоже нет. И ладно, и в самом деле. Лучше не знать. Как известно, глупый он робко прячет тело жирное в утесах. Да. Допустим, волк. Волк. Глупый волк. Понятно? Нет? Это знаменитая, вошедшая в анналы мировой культуры, песня о буревестнике. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Теперь вы это знаете. Этот сказочный герой, хоть и не блещет умом, всегда побеждает. Иван Дурак. Иван Дурак, конечно же. Ну и вспомним детские стишки. Последней нянькой глупого маленького мышонка была она. Ну, прибежала мышка, мать. Да? Кошка. Ищет глупого мышонка, а мышонка не видать кошка, вы правы. Андрей был умнее и быстрее капитана, поэтому 40-35. Вперед, следующий бой. Дневной и ночной. Так и учитывается дозор. Кого в дозор отправите, Василий? Ну, в дозор у нас уйдет сегодня Егор. Егор ушел в дозор. Понятно. Принес сопернику позор. Дашенька. А у нас в дозор, пожалуй, пойду я. Великолепно. О, Егор против Даши. Вперед. Хорошо. Дневной и ночной. Первый вопрос. Небо и землю Бог создал днем в этот день творения. Какой по счету? Третий. Третий. Понятно. Егор. Второй. Второй. Кто меньше. Ребята, я что, первый вопрос изо всех сил подсказываю. Именно эти силы состоят в фантастическом дневном дозоре. Ну, силы темные, силы светлые. Даша? Дневной дозор. Светлые. Светлые. Ну, дневной дозор это злые, а ночной это добрые. Абсолютно правильно. Ночью добрые люди следят за злыми, а днем, наоборот, браво, Егор. В ночное крестьянские дети отправлялись с этой домашней скотиной. Ну, много ли во дворе скотины? Корову. Корову. То есть берет корову, пошли на ночь в луга. Понятно, Даша? Возможно, с конем. С конем. Мы вдвоем с конем по полю пойдем. Так оно и было. Коней выгоняли в ночное, чтобы им не докучали насекомые и так далее, и так далее. Ну, и чтобы не воровали. Малыши сидели в поле, жили костер, пекли картошку, рассказывали друг другу страну. Страшные истории. Бежен Лук, Тургенева, почитайте. Играем. Славянская ночная богиня Морана была еще и владыкой этого времени года. Ночная страшная богиня смерти. Возможно, осень. Егор. Зимы. О, хорошо. Зима. Зима. Страшное время, когда все умирает, замирает до весны. Ну, а потом приходит весна, и все хорошо. Одна заря сменить другую спешит. Та в ночи полчаса. Это он так и писал «Белые ночи». В Петербурге. Что ж за поэт такой? Ну, знатоки. А говорят, у играющих в интеллектуальные игры есть такая примета, не зная, что отвечать. Отвечай. Что, Егор? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. А, у вас Юрий. Юрий Гагарин. Хорошо. А у вас, Даша? А у нас Пушкин. А у вас Пушкин. Ответили бы Пушкин, так оно и было бы. Хорошо. Вот идеально подобранные команды 45-45. Разный бой, разный бой, Василий Николаевич. Кто у вас разный, разный, разный? На разный, разный, разный пойду я. Даша? А в нашей команде разносторонний развит Илья. Ой, отлично. Василий Николаевич против Ильи. Вперед. Вот сейчас мы проверим, насколько в клубе, скажем так, свобода. Если там тренер зажимает игроков, то Илья поддастся Василию Николаевичу. А если он дает им полную свободу, то Илья сделает его со счетом 25-0. Итак, посмотрим. Разный бой. Так называют рабочего на разных подсобных работах, не требующих квалификации. Пролетарий. Пролетарий? Ну, Василий? А это разнорабочий. Разнорабочий. Вот и все. Если у человека разный цвет этого, его называют мозаик. Ну, что у человека может быть разного цвета? Прошу. Глаза. Глаза, конечно. Мозаик. Разные глаза у кошки – это турецкий ванн. А у человека – это мозаик. Играем. А квадрат минус Б. Квадрат равно в скобках А минус Б, в скобках А плюс Б. Приведена формула. Может по-украински. Формула. Тема разный. Резница квадратов. Резница квадратов. Разница квадратов. Браво. Разные факторы у матери и ребенка могут привести к проблемам во время беременности. А разные какие факторы? Василий? Резус-факторы. Резус-факторы, да, это факторы группы крови. Вы правы. Ну и заканчиваем. Разница во времени между Киевом и Минском? Василий? Один час. Это точный ответ. 60-55. Команда Василия Николаевича впереди. Играем дальше. Тест-игра, наше скоростное централизованное тестирование у нас сегодня уникальное. Ну, во-первых, четыре варианта ответа. А почему четыре? Потому что игра музыкальная и потому что в ней у нас будут звучать отрывки из портепианных концертов Чайковского «Времена года». Естественно, концертов этих 12 по количеству месяцев вам нужно будет назвать, к какому времени года относится данный отрывок. Нелегкая работа. Василий Николаевич, кто у вас настолько музыкален? Придется мне идти. Понятно. Дарья, у вас? Я думаю, это Андрей. Итак, Андрей против Василия Николаевича. Вперед! Нет! 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 А, да, вот сжать по старт-лампе, но как только прозвучит отрывок. Итак, я прошу первый… О, хорошо, все красиво. Замечательно. Все четыре времени. Я прошу первый музыкальный отрывок. Отрывок. Осень. Да, грустная мелодика, но это не осень. Василий? Ну, я думаю, это все-таки весна. Весна. А на самом деле вот так спокойно Чайковский посиживал у печечки. У камелька называется. Отрывок – это январь. Никому. Это зима. Продолжаем. Второе отрывок. Прошу. Андрей. Осень. Осень, понятно. Осень, понятно. Вы какие-то другие времена года знаете. Василий? Весна. Я думаю, половодие. Я изо всех сил изображал из себя гондольера, потому что это композит называется «Баркаролла июль». Ну, летом было принято у российских дворян съездить в Европу, в Париж, в Венецию, в Рим, в Мадрид. Ну, вот Чайковский рассекал по каналам Венеции под такую музычку. Продолжаем. Андрей. Играем. Василий. Это осень, потому что там идет сбор, по-моему, урожая. Ну, сбор урожая вообще, не знаю, как у вас, у нас это летом еще происходит. На самом деле, это в самом деле осень, это ноябрь и на тройке. Да, вы правы, 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 правы. Плюс 10 очков получает Василий. Отлично. А я так ждал, что Андрей выиграет кнопку и скажет «Осень!» и все. Играем. Андрей. Весна. Василий. Ну? Так, по-моему, это зима. Это зима. На самом деле, вот такая бодрая музыка, когда люди собираются на охоту. Это сентябрь. Это, Андрей, осень. Играем. Да. Весна. Белые ночи, май. Браво, браво, браво. Правда, убейте меня, вот убейте меня. Я не знаю, где Чайковский, даже и в Петербурге мог видеть в мае «Белые ночи». Нужно было ему в Архангельске забраться, по крайней мере. Итак, 65-70. Василий Николаевич оказался музыкально образованнее своего ученика. Видите, еще есть куда расти. Есть куда расти, Андрей. Есть куда расти. Следующий бой, вперед! Итак, внимание. Слайд-игра. Серия слайдов. У нас под общим заголовком идет «Все белое». Ну, это такой отдаленный намек на то, что клуб «Белая рысь» все-таки прислал своих представителей на эти игры. Тут не только 61-е, тут не только Нежинское Клио, но еще и наши белорысерцы находятся. «Белая рысь» посылает вам привет. Все белое. Кто будет различать белое на цветных картинках? Василий. У нас будет различать Владимир. Володя, хорошо. Дарья. От нашей команды пойдет София. Итак, Владимир пойдет Софии. Вперед! Владимир, вы снова выигрывающая команда. И начинаем с вас. У нас все абсолютно белое. Поехали. Белый аист. Белый аист. София? Белая цапля. Белая цапля. Ребята, ну какой же это аист? Где вы видели у нашего белорусского аиста, который, кстати, через вас пролит? Или у вашего лалеки? Вот такую красную голову и так далее, и так далее. Это редкостный белый журавль или стерх. Теперь вы это знаете. София, играем с вами. Это Каменецкая башня. Или? Белая вежа. Белая вежа, конечно же. Прекрасно. То есть первый ответ прозвучал даже точнее, чем правильный. Продолжаем. Белая цапля. Город нужно назвать, дорогой мой украинский друг. Белая церковь. Белая церковь. Белая церковь. Отлично, узнали. София? Белая акула. Она же Кархарадон. Абсолютно правильно. Играем. Играем. И вот тут нужно задуматься. Итак, кого же танцуют эти замечательные болелины? Белый лебедь. Адетта – это белый лебедь. Вы правы. Браво, Владимир. София? Это белая акация. Белые акации, грозди душистые. Вы правы? Да. Хорошо. Не узнаете? Ну, а что-нибудь скажите. София? Дикая роза шиповник. Дикая роза шиповник не принимается. Вот зонг был совершенно замечательный рок-опере Юнона и Авосина. Назывался «Белый шиповник». Лет 30 назад по нему вся молодежь сходила с ума. Играем. София? Белый гриб? Белый гриб, точно. Хотя он совершенно не белый, но внутри, наверное, белый. Играем. Белый налив. Белый налив, да. И София? Гендальф. Все? Белый маг. Да, Гендальф белый. Абсолютно точный ответ. 15 очков. 140, 115 красные впереди. Прошу вернуться на свои места. У нас следующий бой. У нас риск-игра. Итак, риск-игра, решающие вопросы. Василий Николаевич, кто? У нас пойдет Варя. Варя, звезда, звезда, звезда клуба 61-й школы, звезда одной из наших сборных команд на ордит пятерки. Даша? Рискну предположить, что самая рисковая в нашей команде я. Варя против Даши. Вперед! Белые и черные наши темы повторяют темы дуэльной игры. Этот фильм смотрят советские космонавты перед полетом. Смотрели, сейчас российские смотрят перед полетом. Да. Белое солнце в пустыне. И это правильный ответ, да. Варя, догоняйте. Дикий и домашний. В современном европейском формате он начинается с имени получателя. Вот в старом формате начинался с города, а сейчас с имени получателя. Даша? Номер домашнего телефона. Это неправильный, минус 20. Счет вернулся к прежнему. Значение не будет держать, Варя? Нет. Нет. Раньше писали город Гомель, улица Пролетарская 2, дворец творчества детей и молодежи, Климовичу Леониду Валентиновичу. Сейчас по-европейски пишут Климовичу ЛВ, Пролетарская 2, город Гомель. Вот теперь это значит о домашнем адресе. Ну, я практически живу во дворце, так уж получилось. Играем. Умные и глупые. Этими пятью буквами называют умный гаджет. Причем латинскими буквами. Спасибо. Удивительно. Смарт. Смарт – это и есть умный. Пять латинских букв. Итак, разлив 25 очков, Варя, вам нужно что-то делать. Дневной и ночной. У этого древнеегипетского бога были две ладьи. В одной он плавал по небу днем, а в другой за горизонтом ночью. Что же за бог? Ра. 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 Ура. Да, браво. Солнечная ладья Манджет и ночная Мескет. Это бог Ра, конечно же. И заканчиваем. Кто правильно отвечает, тот и сувениры от стереообразия компании получает. Разный. Единство в многообразии. Девиз этого союза. Официальный девиз причем. Их там много, они там разные, но они едины. Три. Варя. ООН. ООН. Это не союз, это организация антимимия. Я лично аплодирую вам за смелость. Вам было терять нечего абсолютно. Нужно было рискнуть. Не будете отвечать? Нет. Нет. На самом деле это девиз Европейского союза. Теперь вы это знаете. Прошу вернуться к своим командам. Рисковой, не только рисковой, но грамотно тактически построившейся игру оказалась наша Дарья Гершанок. Посмотрите, ласково и нежно друг на друга бывшие соперники. Пройдет несколько минут, и вы будете обниматься после того, как закончится запись нашей эрудит-пятерки. Обниматься и повторять друг другу на ушко. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Вперед играем! Продолжение следует...